1, 2, 3, I don't know who else to be 4, 5, 6, like they say I can't be fixed 1, 2, 3, your attention's all I need 4, 5, 6, don't let it slip 1, 2, 3, I don't know В обилии кроссоверов на рынке Nissan X-Trail предпочитают те люди, которые не любят турбожужжалки Не любят, когда агрегаты у автомобилей в принципе часто меняются, зато любят, чтобы модификаций было много Разновидности привода, чтобы были, разновидности коробок также обязательно Но и для них очень важное прилагательное японский Вот японский они хотят, чтобы было именно так В основном у X-Trail, на мой взгляд, конкуренты это Outlander и может быть RAV4 Может быть кто-то еще, может быть я ошибаюсь Но скажите мне, пожалуйста, а вы знали, что эта машина обновилась? Оказывается, обновилась она совсем недавно И сегодня я вам расскажу, во-первых, в принципе об автомобиле, который как-то так получилось Что на основном канале я обходила своим вниманием Ну и в принципе расскажу о том, что здесь обновилось Погнали! И это заключительный выпуск в прекраснейшем 2020 году И если этот год у вас был таким же пном, как и у меня Давайте поддержим друг друга в комментариях И также поставим лайк за то, чтобы 2021 год был получше, чем 2020 И все, что я могу для вас сделать, это минуты на третье этого видео Будет небольшой сюрприз А в следующем году у меня в инстаграме лесорулит Я обещаю, что каждые несколько месяцев я буду разыгрывать самую настоящую машину Инстаграм лесорулит, не забудьте на него подписаться Производится на заводе в Санкт-Петербурге так же, как и Кашкай В принципе имеет с ним общую платформу И конструктивно это достаточно схожие автомобили Но настройки подвесок и настройки трансмиссии у них не одинаковые Здесь все так же два прекрасных атмосферника 2,2,5 литра, 144, 171 лошадиная сила соответственно И все так же здесь еще есть прекрасный турбодизель 1,6 А, не, все правильно 1,6 с 130 лошадиных сил И эти двигатели настолько надежны, что Ну, по крайней мере, их, конкретно их Вы, наверное, сможете передать своим блогам Получается, что это чуть ли не идеальный семейный автомобиль Поэтому, с Новым Годом! Главным семейным праздником страны! По возможным конфигурациям здесь есть пространство вариантов Оно хорошее, приятное и вроде как понятное Но начинаешь разбираться В голове тяжело это удержать И черт ногу сломит И если я сейчас ошибусь, поправьте меня в комментариях Любители и фанаты Ниссана С дизелем все просто Он бывает только полноприводным и только на механике Что же касается двухлитрового начального бензинового мотора То там бывает монопривод с механической коробкой передач Бывает полный привод Бывает также вариатор А два с половиной литра на полном приводе и на вариаторе Я права? Нет? Господи! Как же здесь палка неудобно расположена Не говоря уже о том, что могли бы поставить и газовые упоры В принципе, пора бы уже Я вчера вечером ехала на дачу на этой машине И, знаете, была приятно удивлена Тому, что свет неплохой Обычно у японцев Ну, есть такой грешок, что свет у них далеко не самый лучший Здесь адаптивные светодиодные поворотные фары 15 градусов здесь вот градус поворота фары Переключение автоматическое Дальний и ближний Ну и главное, видимо, сама линза мощная Потому что, ну, правда, более-менее нормальный свет У меня подруга ездит на такой трехлетней машине У нее свет хуже Да и, в принципе, вот сколько я помню японских автомобилей, на которых я ездила Ну, правда, наверное, не на самых свежих поколениях Свет и шумка – это всегда были их, ну, самые такие больные моменты А, Женька, я сказала, линза мощная, сейчас точно придется Диод, диод мощный, конечно, диод мощный, да Ну, я же баба, мне, простительно Я пошла борщи варить У меня подруга три с половиной года назад купила себе такую машину В общем и целом она довольна Но я попросила ее наговорить свои отзывы И мы сейчас их включим в наше видео У моей подруги двухлитровая машина с вариатором И она в основном ездит по городу Но иногда она выезжает на трассу Слушай, ну, я бы его характеризовала так Спокойный автомобиль для городского передвижения То есть по трассе он, конечно, едет неплохо Но обгонять на нем, скажем так, непросто Четырехгодная эксплуатация, нареканий к нему нет никаких Кроме ежегодного ТО, ну, вот прям вообще ничего У меня в тесте сейчас машина два с половиной литра И по сравнению вот с той Лениной машиной Лена зовут мою подругу Эта машина, ну, живее, конечно То есть иногда бывает между мотором младшим и старшим Не такая уж большая разница Если мы с вами говорим здесь о машине с автоматической трансмиссией И вам нужно периодически ездить по трассе и обгонять То берите лучше все-таки машину со старшим мотором К вариатору вот в данном автомобиле претензий нет вообще никаких То есть ведет на себя абсолютно нормально, абсолютно адекватно Но на мой бестолковый взгляд, как от обычного автомата, в общем, не сильно отличается У X-Trail и со старшим, и с младшим мотором таким образом настроена вот эта вот их сцепка Что на старте у вас есть ощущение того, что у вас динамичный автомобиль Действительно динамичный Но так, вы знаете, не только у этой машины Так зачастую сейчас производители стараются настраивать вариаторы Чтобы был впереди в начале движения Вот это такой рывок, ощущение того, что у вас есть какой-то запас динамики В машине с двухлитровым двигателем это обманчивая история Здесь два с половиной Вот я сейчас еду на 60 км в час, я прожимаю У меня обороты пошли до 6, сразу сбросились И есть хороший рывок, и на трассе тоже Вариатор жужжит, да, жужжит, есть такое дело Но не критически, это не то, что, знаете, раньше было Вот я помню у первых, у Honda, правда, у CR-V Я помню прям очень хорошо эту историю Когда обороты держатся на месте, машина вроде разгоняется, ревет кошмар Но сейчас, конечно, уже научились настраивать И вот про палку я вам говорила, да, что здесь Когда ставите ее, либо закрываете капот Нужно прям напрячься и нужно быть таким же долговязым, как я Чтобы не обгадить себе вашу шикарную одежду И, кстати, про шикарную одежду Спасибо большое магазину Шуб за то, что они меня сегодня так тепленько и красивенько одели Обратите внимание вот на этих вот ребят И к Новому году это будет прекрасный подарок Ну, конечно, понятно, что состоятельный господ вашим женщинам Там, правда, очень хорошие цены, очень интересные модели И, как вы видите, я на съемку себе выбрала 4 варианта Просто самых невероятных цветов, которые можно было найти Ну и классические там тоже, конечно, есть Nissan традиционно богат на опции во всех комплектациях Кроме базовой есть бесключевой доступ Хотя, видите, реализован он не так, как у европейцев У тех уже сенсорные ручки, у этих кнопочки Кнопочки, но... А, и на задней двери-то кнопочки отсутствуют Но при этом это и есть, и уже на том и спасибо Дальше здесь есть открывание багажника без касания Короче, где-то тут надо махнуть ногой Это у всех получается, ребят, кроме меня Это просто поразительно вообще Я удивительный в этом отношении человек У меня, видимо, ноги какие-то не такие Ну, короче, все, кроме меня, могут открывать эту машину взмахом ноги Короче, я не знаю, ну, я не умею это делать Но вот у меня муж, он просто... Он и в Infinity это делал прекрасно И в Nissan у него это получается Короче, это есть, поверьте мне на словом В силу того, что не муж ведет эту программу, а я... Я не могу вам это показать У меня что-то не так с ногами Может, он любит волосатые ноги? Простите, это тогда не ко мне И здесь есть... И здесь есть также... Есть открывание багажника с кнопки... Ручка расположена не в самом традиционном месте Не то чтобы это неудобно, просто, ну, непривычно Первый раз видишь и дальше запоминаешь Но кнопка автоматического закрывания багажника здесь есть И тоже она уже со средней комплектации начинается А вот о чем я просто обязана вам сказать О том, что здесь каким-то образом Вот так рассчитана пятая дверь Что когда вы открываете дверь в мокрую погоду Вы непременно получаете несколько ледяных капелек непосредственно за шивр Это вот сейчас мы просто во время съемки уже несколько раз открывали туда-сюда И все стекло Но когда первый раз открываешь Вот, смотрите, видите, висят капельки То есть, если мне здесь постоять некоторое время Вот прям ровно так, как вы кладете сумки Я получу за шиворот себе приятную ободряющую капельку Далее, вот здесь, вот смотрите, есть очень удобная ниша Замечательная просто ниша И под ней есть докатушка Вот здесь есть еще второй доступ в эту же нишу Вот, и кстати, обратите внимание вот на то, с чем я сегодня столкнулась Загружаю машину, вчера вечером, точнее, загружаю машину всякие разные вещи Здесь не просто отделение заднего сидения Есть там в пропорции 40 на 60 или 70 на 30 А здесь подлокотник вот этот вот Он опускается полностью То есть, у вас вот здесь вот есть место для того, чтобы засунуть, например, борт или лыжи Или, как в моем случае, нужно было там одну длинную палку перевести Также здесь есть автозапуск Для того, чтобы им воспользоваться, нужно закрыть автомобиль Вот вы его закрыли Нажимаю еще раз на кнопку закрытия И дальше пробую воспользоваться О, завелся, дружок Махнул мне приветственно ушками А, кстати, можно ли заглушить с ключа? Да, можно Автозапуск это круто, конечно, очень приятно Но он сейчас много где есть же Помнишь, мы с тобой Солярис новый, когда снимали в топовой комплектации Там автозапуск тоже был Ну, важно отметить, что он с первого раза с работы был Да, спасибо и на этом, да Единственный минус, что шумоизоляция могла бы быть получше Мне кажется, не в этом, а еще в прошлом рестайлинге доработали шумку Могу ошибаться, может быть и в этом Но однозначно я вам могу сказать, что у Ленина машина, вот эта вот трех или четырех, она уже летняя Она пошумнее будет, чем эта То есть что-то в лучшую сторону они сделали, какие-то движения Сзади двоякое впечатление С одной стороны, опустив вот этот вот подлоконник, я уселась очень удобно У меня достаточно много мест перед коленями Вот здесь вот мягкая шкурка заднего сидения Мне это нравится, это удобно С другой стороны, я сижу и думаю, я в общем в не очень дешевом автомобиле, а вот здесь впереди у меня ничего То есть от слова совсем, но я точно знаю, что в моей комплектации должен быть подогрев заднего сидения И что вы думаете, где я его обнаруживаю? У водителя То есть, ну логично, что без водителя вы вряд ли поедете на заднем сидении этого автомобиля Но вопрос, почему вы должны просить водителя включить вам подогрев задницы? А может быть вы поссорились с мужем, едете на заднем сидении И ваша попа едет, мерзнет, но вы уперлись и все-таки молчите А, да, я кажется догадалась Ниссан продумал это для того, чтобы вы мирились с мужем Точно Офигенная панорама Просто офигенная Огромная, красивая, кайф Вот это здорово, вопросов нет И еще обращу ваше внимание, ну сейчас вот сижу сзади и мне отлично видно сидение впереди Все-таки красивый, да, вот этот цвет кожи, как вы считаете? Коричневая кожа, я часто это говорю, на мой взгляд, это оптимальное решение Потому что она не супермаркая, что важно в наших условиях и погодных Ну и плюс, выглядит точно наряднее, чем черная И вот эти вот вставки алькантарочные, это вставки имени Антона Воротникова Ну классные, классные, да, соглашусь Сегодня, кстати, во время съемки нам нужны часто USB порты И нужно их желательно больше, потому что мы зачастую камеры подключаем Так вот, он тут один Один-одинешенек, единственный И это, мне кажется, совсем мало В особенности, с учетом того, что это типа семейный автомобиль А у нас, к сожалению, многие дети подсажены, подростки подсажены на гаджет И родители этому пособничают Потому что, ну реально, ему легче, всунул ему планшет с мультиками Он сидит, не орет И разговаривать с ним не надо Сидишь там с подружкой трепешься, или музыку слушаешь Или в инстаграме дрюкаешь за рулем, что не одобряю Короче, как вообще жить с одним USB разъемом? Как? Мне кажется, это неправильно То есть, что тут, какой-то разветвитель, как у папы в старом Opel Устраивать, что ли, чтобы он вот здесь весь этот бардачок занят Ну, неправильно, короче Ну вот, эти сидения красивые и коричневые, о которых я вам говорила Вот, видите, вот они как раз-таки являются новиночкой Симпатичные действительно выглядят Руль, руль Я не помню, он в этом обновлении появился или нет Но, так или иначе, красивая форма, скошен внизу Вы такое обычно любите Хорошая кожа, приятно держится в руках Явно износостойкая, руль у меня с подогревом Далее, смотрите, важное, что появилось в обновлении Это другие головные устройства Здесь есть несколько разновидностей головных устройств Интересные из них Первое, это то, что с обстроенной Яндекс.Навигации Разработана Ниссаном совместно с Яндексом Но у нас не та машина и не то головное устройство Поэтому мы соединились по кабелю Сейчас вы видите здесь Яндекс.Навигацию И вы видите ее потому, что Евгению на телефон Мы скачали не только Яндекс.Навигатор, который там был А также Яндекс.Афта После чего соединяешься по кабелю Получаешь отображение Яндекс.Навигации непосредственно на экране И сейчас, Евгений, не знаю, по какому признаку Выбирал себе маршрут на вечер Догадайтесь сами, Евгений Куда это ты собираешься? Остров А, ты на Мальдивы собрался, да? Ну, удачи тебе, Евгений Да, хорошо добраться Скажите, а вам нравятся классические селекторы? Мне немножко вот этот вот горбыль смущает Но это, знаете, вопрос вкусовщины Вот то, что вот здесь вот это вот торчит немножко вверх Но я очень люблю классические селекторы Их уже практически не осталось Вот вы вот этим вот непонятным шпунтиком, дрочилком в середине У вас вместо селектора находящимся нормально относитесь? Я, не знаю, пока не могу их принять Я еще кое-как вот к этим вот джойстикам туда-сюда привыкла с годами Но это скорее... Да, я знаю, кажется, как это называется Старость, блин! Интересно будет слышно, что мы одновременно сказали? Если вы скрючите свою руку до состояния вот примерно вот такого То вот здесь вы прямо пальчиками упретесь в крутилочку, в шайбу Которая меняет режимы полного привода То есть вы можете сделать эту машину моноприводной Совсем моноприводной Вон, я на 2ВД поставила сейчас Я постоянно езжу в авто И вам это советую сейчас расскажу Почему? И дальше Лок Это вы пытаетесь активировать Электронный блокировок На самом деле здесь Очень обычная и привычная Для кроссоверов схема полного привода Здесь и многодисковая муфта И все вот эти вот блокировки Это разговоры для бедных Потому что Ну это исключительно Скорее существует в вашей голове Чем-то глобально помогает вам при движении Ну, может быть, разве что чуть-чуть Электронные блокировки Все знают, что они Ну, не особо что-либо меняют То есть это не то, что вам Позволяет поехать О, поле Я в поле Ни в коем случае нет Может быть, в каком-то режиме Знаете, во дворе застряли Включили И помчались дальше Со страшной силой За соседом с тросом Это, знаете, как прививки Нашей половине народу давали плацебо И им кажется, что они ковидом не заболеют И они реально не заболели Да, еще не вечер, сказал Евгений Переболевший ковидом Но который себе ничего не колол Кстати, многие Вот только что были на презентации РС И я была удивлена, что многие мои коллеги-журналисты Они укололись там Один раз они укололись Потом через 21 день еще раз укололись У меня пока есть иммунитет Ну, если вы смотрели на моем втором канале Я выкладывала видео о том, что у меня Просто страшнейший ковид В очень тяжелой форме перенес муж А я перенесла, не знаю, то ли Раньше и тяжело, потому что я болела То ли сейчас и легко И, в общем, я Пока не могу заразиться Но это недолго еще будет И вот я не знаю, колодца, не колодца То есть у меня нет какой-то принципиальной позиции И я не понимаю, это сработает, не сработает Как это вообще в остальном на организм влияет Влияет ли как-то Ну, короче, если кто-то знает и напишет об этом в комментах Я думаю, всем будет интересно Да, у нас же комментаторы, они от кислых щей до двигателей внутреннего сгорания Они эксперты же во всем Подогрев руля, кстати, весьма эффективный Вот здесь вот расположена кнопочка Также здесь есть кнопочка омывателя фар Молодцы, что она выведет, что она есть Что он есть, этот омыватель И что она есть И что выведено это на отдельную кнопку Молодцы, это очень удобно Хорошо, когда есть омыватель фар Но плохо, когда он активируется через секунду, допустим После того, как вы запустили омывание стекла В таком случае очень много расходуются омывайки Одной кнопкой это самое лучшее решение, на мой взгляд О, я нашла тут рядом с обогревом руля ЭКО, режим ЭКО Вот, а как, я не замечала, правда, раньше А спорт режим не нашла? Нет, Евгений, спорт режим я могу только это Изобразить, хочешь, я тебе изображу спорт режим Ну, прости Вот, смотрите, пожалуйста, качество камеры С системой кругового обзора Есть парковочные ассистенты Есть предотвращение столкновений при движении задним ходом Вдобавок к парковочному ассистенту Здесь есть удержание в полосе движения Есть предотвращение столкновений Вот сейчас я это вижу у себя на дисплее перед лицом Но я знаю, что, например, за границей у этих машин Есть более широкий спектр электронных помощников Не знаю, придут ли они к нам Возможно, не ставят Возможно, у нас усеченные варианты Во многом вообще Потому что, ну, вы же знаете, что у нас с курсом руля происходит С курсом руля, да Из-за того, что происходит у нас с курсом руля, собственно, у нас Это не евро дорогое, это рубль дешевый Я бы так сказала Из-за того, что у нас с курсом руля Нам ждать каких-то хороших цен, по крайней мере В ближайшем прекрасном далеком не стоит В оранжевом цвете считаю его красивым Вообще, что вы думаете о внешности X-Trail Ведь сейчас такое количество кроссоверов на рынке Вот этот цвет, который, кстати, платный Вот эти вот диски Ну и вообще, в принципе, что вы скажете об этом автомобиле А также скажите, пожалуйста, какой цвет пальтишка мне идет больше всего Это круто было бы, если бы вы мне посоветовали Ну и в заключении давайте про цены Евгений, включи цены Самая базовая машина, это будет переднеприводный 144-сильный бензиновый X-Trail Будет стоить 1 миллион 800 тысяч рублей Вот та машина, которая прям идеально подходит Вообще для удобства вообще всего 2 с панолитра 171 сила на полном приводе с CVT То есть с вариатором 2 миллиона 188 тысяч минимального Вот та машина, которая есть у моей подруги Она полноприводная, но двухлитровая И с вариатором она сейчас обойдется в 1 миллион 992 тысячи рублей Ну и если прям дорого-богато напихать сюда вообще все, что есть Там Яндекс, Фигандекс, самую топовую голову Полный привод, естественно, топовый мотор Это 2 миллиона 426 тысяч рублей Ну что вы скажете, это стоящее предложение Подписывайтесь на наш канал! Продолжение следует...